Да, правильно анонсировали, сегодня мастер теоремы Полное название, я его записывать не буду, но она звучит как Основная теорема об асимптотических оценках для рекуррентных соотношений Ну, все слова по раздельности, ну, наверное, звучат разумно А асимптотические оценки, о них мы говорили, рекуррентные соотношения, ну, тоже умеете Мы начнем с нее, возможно, сможем либо лекцию потратим на формулировку и доказательства Либо еще начнем рассказывать о сортирующих сетях В зависимости от того времени, которое у нас займет Давайте сформулируем теорему Пускай есть А Больше либо равной единицы И Б Больше единицы Некоторые константы Все легко Есть f от n Некоторая функция Ну, тоже все легко А t от n Помним, что такое t от n? Это некоторое время работы функции рекуррентной, да, в данном случае В каких-то универсальных единицах Т от n Определено На множестве, соответственно, неотрицательных целых чисел С помощью рекуррентного соотношения Напишу как Как определено t от n Равно А На t от n разделить на b Плюс f от n Это стандартное рекуррентное соотношение Каждый раз мы разделим наши, например, данные На a кучек Каждая из которых имеет размер n на b Ну, давайте вернемся, например, к какому-нибудь мердж-сорту, да Какое будет рекуррентное соотношение такого типа для мердж-сорта? Ну, понятное дело Мы делим на две кучки Каждая из которых в два раза меньше данной Соответственно, тут будет 2t n пополам И f от n будет обозначать, соответственно, работу на текущем уровне рекурсии Да, то есть как раз-таки затраты на разделение массива И затраты на дальнейшее слияние Ну, в данном случае, когда мы говорим о мердж-сорте Это затраты на слияние, которые от n имеют ахимптотику Вот, так что можно тут написать плюс n Окей С начальными условиями для анализа определились Есть такое соотношение Тогда Случай первый Назовем его случай А Ну, дальше, чтобы просто понимать, о чем говорим Вот, если f от n равно О большое От n В степени логарифм А по основанию b Минус какой-то эпсилон Ну, для некоторого эпсилона Больше нуля Что? t от n Равно О большое От n Лог А по основанию b Случай первый Так, здесь все понятно? Ну, дальше про комиссию По основанию b А, минус e от логарифма Нет, да, минус e от логарифма То есть, вот, отдельно, да, в скобочках логарифм А по основанию b Отдельно минус Окей Случай b Если f от n Равно Тета Большое От n В степени логарифм А по основанию b То t от n Равно Тета Вот тут внимательнее Тета От n в степени логарифм А по основанию b И это все умножить на логарифм n Вот Ну, почему я не беру вот этот вот логарифм По какому-то основанию Потому что в тете все основания равны Мы можем перевести от одного к другому К другому основанию Просто на константу Разделив умножить Окей Случай b Если f от n Равно омега большое От n в степени Логарифм А по основанию b Плюс epsilon Для некоторого epsilon Да, большего нуля Правильно Вот И Если А умножить на f От n разделить на b Меньше либо равно чем c f от n Для некоторого c Меньшего чем единица Уже как бы, да? Ну, сложнее немножко случай Вот Ну, и n больше чем n нулевое Для какого-то n нулевого Ну, то есть Начиная с какого-то члена Вот этой вот возрастающей прогрессии По n То t от n Равно Т От f от n Это формулировка Смотрите Ну, что Давайте так Я не буду переписывать Что существует n нулевое Существует c меньше единички Такое, что А Умножить на f От n разделить на b Меньше либо равно c На f от n Я просто в конец перевел, да? Сказав для некоторых Какая н есть следует Нулевое Нет Тут n То есть с какого-то Ну, то есть n от единички до бесконечности Что с какого-то n Это начинает гарантированно выполняться Вот Какое-то n Это как раз-таки вот это n нулевое Вот Окей Давайте начнем Прям с примеров То есть с приложения Этой теоремы Это формулировка теоремы всей Ну, понятное дело Насколько очевидно, что Вот эти вот Как бы Существуют такие Рекуррентные выражения Которые не подставляются в В теорему об оценках Ну, сейчас рассмотрим Такое как раз выражение В чем тут Как бы камень преткновения Да И что происходит Как раз-таки вот это Эпсилон Говорит нам о том Да Что Ну, в принципе Если бы мы убрали здесь Эпсилоны Плюс-минус-эпсилон То мы могли бы сказать Что есть функция Которая Ко всем этим Трем классам Принадлежит Ну, конкретно функция Это функция То есть для какого-то Эпсилон Меньше В Н в степени Эпсилон Раз Тут же она должна быть Полиномиально больше Чем данная функция Вот Это главное Давайте пример рассмотрим Пример один Пускай у нас есть Такое рекуррентное соотношение Т от n Равно 9 Т от n на 3 Плюс n Ну, очень просто, да? Т от единицы Равно единице Давайте дополним немножко Давайте Это тоже Такое История с разбором случаев Однако Часто пишут В источниках И это немножко облегчает Там И саму оценку И использование всего Что t от единицы Равно От единицы Что у нас есть Такая оценка Вот Кажется Немножко не Как сказать-то Ну, не конструктивным Это дополнение Но по факту Оно будет В одном из случаев Действительно вносить Свои, как бы Свой вклад В оценку осимптотики И в целом В осимптотику Когда у нас там При делении Достаточно малые Будут образовываться n Вот Ну и давайте Просто подставим Да Вот Как бы Посмотрим Что За что отвечает В этой формуле Тут у нас f от n Равно n Функция С которой мы будем Сравнивать n в степени Логарифм А по основанию b Соответственно Равно Логарифм Ой n в степени Логарифм Сколько там 9 по основанию 3 Равно n квадрат Ну понятно Чисто математическая вещь Вот Соответственно f от n В таком случае Будет как раз Разделяться Вот этим вот Полиномиально От n квадрата А именно Как бы Она n Вот это вот Выражение n квадрат Значит она Эпсилоном Равным Единице Отделена То есть f от n Равно О От n Квадрат Минус Эпсилон Да При Эпсилон Равным Единице Соответственно Коль скоро Мы смогли Вот так вот Оценить f от n Мы можем Применить Первый случай И сказать Что окей Тогда t от n Равно О От n В степени Логарифм А по основанию b А это у нас n квадрат То t от n Равно n квадрат То есть Ну все очень просто Все согласно Теориями Да Находим f от n Находим Вот это вот Выражение Сравниваем их И смотрим Куда оно может Подставиться Если может Так Я быстренько Подсотру Надеюсь Ну как бы Эта механика Всем была Понятна Второй пример Вопрос Если мы возьмем меньше Если мы возьмем меньше Да То будет выполняться Ну как бы Для epsilon До единицы Ну Понимаете Почему Вот Нам просто надо Явно предоставить Некий epsilon Для которого Это выполняется Вот Ну единичка Как бы красивее Да Чем половинка Например Окей Пример 2 2 Уже интереснее Так видно будет Или плохо Давайте на эту доску Перейдем t от n Равняется 2t На n пополам Плюс n Логарифм n Ну тоже Все Как бы Так как Как и написано В теореме То есть f от n Равно n лог n n В степени Логарифм Кого там a по основанию b Равно n Ну потому что Логарифм Двойки по основанию 2 Это единичка Тут никаких секретов Нет Вот Однако n n Логарифм n Больше n Да Ну потому что Нам же надо найти Какое-то соотношение И это очевидно Но не Полиномиально То есть Не существует Такого Эпсилона Что n Там Ну точнее как Не существует Такого Эпсилона Что У нас f от n А Ну Как там Вот так Забыл уже Все эти обозначения Извините Вот Не существует Такого Эпсила Что f от n Равно О От Сейчас скажу Да Да О От n В степени 1 Плюс Эпсилон И минус Эпсилон Да Да У нас Вот Все правильно Да Плюс Эпсила И Того Ну Потому что Соответственно f от n Разделить на n В степени Логарифм А по b Это логарифм Это не полином Вот Тогда Соответственно Мастер теорема Не применимо Потому что Как раз таки Вот эта вот разница В минус Ну там Плюс Минус Эпсилон Да Которая между Вот этим Вот есть выражение И вот этим Не соблюдается n лог n Одновременно И не тета От n Соответственно Но одна И одновременно Не омега Большое От n В степени 1 плюс Эпсила Не для каких Эпсилов Понятное дело Что любой Соответственно Там полином Растет быстрее Чем логарифм Начиная С какого-то n нулевого Так Механика Понятна? А Да Извините Омега большое Конечно Да Тут омега Вот Потому что f от n Превосходит Поэтому Действительно Суштуют Функции Ну у нас Как правило Как делают Там Между Степенями Там Полиномов Просто Ставят Там Степень Меньшего Полинома На логарифм Какой-то Да Как Предъявление Там Явных Классов Функций Которые Лежат Между Двумя Полиномами Вот Как раз Самый Простой Пример Можно Поставить С помощью Вот этих Логарифмов Окей Переходим Потихоньку К доказательству Этого Факта Могли Но Как бы Не через Мастер Теорему Вот Ну И Было бы Сложно Там Наверное Был бы Какой-нибудь Логарифм Логарифма Или Логарифм В квадрате Ну Так Чисто По Визуальному Составляющему Потому Что Вот Это 2 Т От Н Пополам Это Что-то Типа Просто Деление На 2 На Каждом Уровне Так Хорошо Вы Будете Не против Если Я Это Оставлю А Это Сотру Супер Вот Ну Вот Эту Формулу Я думаю Что Вы Не Забудете А Все Остальное Это Просто Существует Окей Перейдем К доказательству Давайте Для начала Вот То Соотношение Рекурсивное Да Которое Мы Как бы Выписали Как исходное Условие Ну Представим В каком-то Более Там Формальном Виде Ну Даже Не более Формальном А в каком-то Более Развернутом Виде Вот Что Мы Для этого Можем Сделать Коль Скоро У нас Рекуррентное Соотношение Мы Можем Воспользоваться Таким замечательным Механизмом Как дерево Рекурсии Вы его все Прекрасно Помните Я надеюсь И как бы Мы понимаем Что В данном случае У нас будет Дерево Рекурсии Которое Будет Там Из одной Вершины Пускать А Детей Каждый Из которых Будет содержать Н на Б Соответственно Как бы Ну Вычислений Да Словно говоря Ф от Н на Б Как это Будет Выглядеть У нас Будет Некоторая Ф от Н В корне Которое Вести с Т От Н Но как бы Вот Это вычисление На уровне Скажем так На конкретном Вот Дальше Соответственно Оно будет У нас Как-то Раздвояться Там Расстрояться И так далее На Ф От Н Разделить На Б Ф От Н Разделить На Б Ф От Н Разделить На Б Вот Всего Соответственно На уровне Здесь Будет А Ф От Н Разделить На Б Вычисление Ну Тоже Понятно Почему так Произойдет Здесь указано То, что Вот эти Ф Которые были Справа В этом выражении То есть Когда мы Раскрыли Первое выражение Поставили В него Как бы Да Само себя Только От Н Разделить На Б Вот Такое Вот мы получим Окей Дальше Происходит Ну Многочисленные Деления Я не буду писать Много уровней Потому что Кажется Механика Будет понятная Да Дальше Мы получим А квадрат Ф разделить На Ф от Н Разделить На Б В квадрате Понятно Почему Да Вот И соответственно На Каком-то Из Итых Уровней Мы получим Такую картину А Ну Точнее А тут не будет Еще Тут будет Ф От Н Разделить На Б В этой степени То есть Ну Получим Соответственно И уровней Вот Ну и тут Кого? Это А Я напомню Хорошо Давайте так Запишем Тут Т От Н Равно А На Т От Н Разделить На Б Плюс Ф от Н Вот То есть Мы получим Рекурсия у нас Раскрывается А раз То есть Это А Потомков И каждый из Потомков Содержит Н разделить На Б Уже Членов А не Н Как Первоначально Вот Соответственно Каждый раз Мы делим На А штук И каждый раз Мы делим На Б Количество Итого На Там И там Уровне Мы получим Такую картину У нас будет А в степени И Элементов Ф Умножить На Ф Разделить На Н На Б В степени И Это Кажется Разумным Вот Это рекурсия Да Ну и Что будет Происходить На самом Нижнем Уровне И какая Глубина В принципе У такого Дерева Звучит Логично Да Какая Глубина У такого Дерева Ну Точнее Как Глубина Дерева Это Лог Н по Б Да Кажется Как Ой Лог Н по А Конечно Ну Нет По Б Потому Что Каждый Раз У нас На Б В Раз Уменьшается Размер Массива А когда Размер Массива Дойдет До Единички То мы Схлопнемся Вот Для этого Как раз Мы это Краевое условие Выписали Ну А Все Я вас понял Да Сегодня мы доказываем Для Окей Снова Забыл Про Граничные Условия Сегодня Мы доказываем Историю При Котором Н Равно Ну Там Б В Катой Степени Или В Какой Там Степени Б В Какой Степени Вот Пока Что Так Да Для Первоначального Мы возьмем Такую Историю Да Когда У нас Б Можно Каждый Раз Н Можно Каждый Раз Поделить На Б И Дойти До Единички Вот А потом В конце Мы Скажем Несколько Слов О том Как Это Обобщить На Все Случаи Да Я Забыл Это Добавить Вот Кажется По рисунку Понятно Что мы Всегда Можем Так Разделить И Все Нормально Вот Поэтому Таким Условием Пользы Да Ну Чтобы Единичка Получил Вот Ну И Соответственно Вот Это К Как Раз Таки Будет Тем Логарифмом Ну Исходя Из Этого Уравнения К Будет Как Раз Равняться Н По Основанию Б Окей Давайте Проанализируем То Что У Н Есть Как Б Здесь То Все Все Вот Это Каждый Вот Этот Вот Каждая Вершинка Которая У нас Есть Это Фактически Некоторые Вычисления Да F От Какого-то N Да Возможно Больше Возможно Меньше Тогда Решение Соотношение 1 Давайте Напишу Что это Соотношение 1 Чтобы Здесь Раз Не Переписывать Выглядит Так Т От Н Равняется Сумме От И Равного 0 До Соответственно Глубины Б Таких Как бы Слагаемых А в степени И F От N Разделить На B В степени И Ну то есть Понятно Просто Последовательно Идем Вот это И Будет Обозначать Как раз Таки Ту Глубину На Которую Мы Уже Опустили Логарифм N По Основанию B Количество Соответственно Уровней Ну Понятное Дело До Самого Низшего Уровня Мы Опустимся Нижнего Вот И еще Один Как бы Плюс Да Плюс О Большое Его Отдельно Выделяют Чтобы Там Показать Что Как бы В тот момент Когда мы Дальше Не сможем Пойти Когда мы Придем К единичке У нас Будет Некоторый Нижний Уровень Который Будет Выглядеть Как N В степени Логарифм А По Основанию B Это Как раз Таки Вот Это Раскрытие Темы Того Что у нас Было Соотношение T от единички Равно Единичка То есть Когда мы Уже Перестаем Делить И перестаем В правую Часть Записывать F Мы получаем Вот такое Количество Как бы Ну Количество Операций Фактически Назовем это Соотношением 2 Потом Мы это Прокомментируем Внесем Как бы В доказательство Но это уже Доказательство Да Но как бы Оно будет Длинным Так что Если я говорю Что мы что-то И еще Внесем Дальше То это Правда Хорошо Пока что Верите Уже Нет Смотрите Сколько Будет У нас Вершинок Но На Последнем Уровне Почему А в степени Логарифм Ну нет Не а Почему А Мы Имеем Такую Глубину Да Каждый раз У нас Количество Наших Соответственно Вершинок Увеличивается В А Раз Вот Ну кажется Что оно Как-то так И будет Раскрываться Вот смотрите Сколько у нас Получилось Низшего уровня А в степени Там Логарифм Б Н Ну Действительно Ли мы можем Сделать Просто так Тут записать Н Тут поставить А Потому что Да Мы можем Как бы Степень Логарифм Как сказать Немножко Слаб Вот Зачем Это нужно Чтобы К степени Ну К степени Числа Н Привязать У нас же Все оценки Все равно От Н Идут Вот За этим И делаем Я бы мог Тут написать А в степени Лог Н По основанию Б Но тогда Было бы Ну как бы Мы не могли бы Вот эту вот Формулу Нормально Записать Это было бы Просто Некрасиво Мы не можем Сравнивать Там Степени С показателем А И с показателем Н Вот А так Можем сравнивать Вот В этом История Вот И соответственно Как бы То что мы Дойдем до Самых глубоких Т От единичек Вот столько Их и будет В этом Как бы Соль Окей Давайте Начнем доказывать Потихоньку На самом деле Первый пункт Самый сложный Да Для Какой-то Записи Вот Но С точки зрения Там Осознания Того Что происходит Он Самый простой Давайте Запишем Доказательства Для Случа А Ну во первых Выпишем То что У нас Происходит Да Т от Н Равно Сумма И от Нуля До Логарифма Н Б А в степени И Ф От Н Разделить На Б И Т В степени И Точнее Можно Другой Мелок Плюс О От Соответственно Н Логарифм А Б Да Мы просто Переписываем Это просто Чтобы начать Доказательства Как бы В разных Случаях Мы будем По-разному Это все Раскрывать Вот А теперь Возьмем Вот Это тайное знание Которое у нас есть И вот это Тайное знание Которое у нас есть И подставим В место Соответственно Ф Что у нас Получится Меньше Либо равно Ну потому что Тут О большое Стоит Да Сумма И от Нуля До Логарифм Н Б А И Т Дальше Интереснее Умножить на Н Разделить на Б В степени И В степени Логарифм А по основанию Б Минус Эпсилон Плюс О От Н В степени Лог А по основанию Б Так Взяли Вот это вот Равенство Подставили сюда Потому что так мы можем Ф оценить сверху Да С помощью О большого Назовем это Выражением 3 Потому что В дальнейшем Мы в него Будем подставлять Как бы Результаты Которые получим Раскрывая Вот эту вот Тему Пока что Верите Вот Окей Ну давайте Дальше Пройдемся Начинаем Раскрывать Левую часть Которую Тут имели И от 0 До логарифма Н По основанию Б А и Т Н на Б В степени И Это все В степени Логарифм Нет С этим Закончили Сейчас Рассматриваем Только правую Часть Ой Левую Часть Да Левая Слагаемая Минус Эпсила Равно Ну Понятное Дело Что Все что Зависит От n Мы можем Перенести Налево Потому что Оно Как бы Ну точнее Все что Не зависит От i Давайте так А n У нас Как мы Видим От i Не зависит В таком Случа Получим Такую Сторию n В степени Логарифм А по основанию b Минус Эпсилон Да Ну просто Перенесли Вот этот Множитель Умножить На сумму От нуля До логарифма От А и Т На b Минус И Т На Логарифм Ну да Сейчас скажу b b b Минус И Логарифм А по основанию b Умножить На b В степени И Эпсилон Почему это Произошло Да Потому что Мы как раз Таки b И На это Умножили И получили b В степени И Эпсилон Ну понятно Да Перенесли Вверх У нас Степень Поменялась На Отрицательную Вот И умножили На минус Эпсилон Получили b в степени И Эпсилон А тут Как раз Таки Степень Осталась Отрицательная Да Минус И Умножить На Лог А По Б Вот так И записали Так n в степени Логарифм А по основанию Б Минус Эпсилон Умножить На сумму От Нуля До Логарифм n По основанию Б А В степени И На Б В степени Минус И Логарифм А По основанию Б Умножить На Б В степени И Эпсилон Да И умноженное на Эпсилон Вот Но это Надо понимать Как делается Просто Перенесли Вверх Б В степени Минус И И Это Получили Домножение Ой Че Че Тут Дальше Ладно Окей Вот Ну Вы уже Могли Заметить Например Что У нас Тут Выйдет Множитель Б Степени Логарифм А По основанию Б И получим А Так что Давайте Исходя Из этого Факта Замечательного Который Вы заметили Запишем Следующее Равенство Это Все Равенство Вот Сейчас Мы Оцениваем Вот Это Выражение Потому Что Тут Еще Несколько Раз Будет Вот Это Знакавенство С помощью Привидений Сосматривать Так что Вот Помните Что Сейчас Все равенства Идут К этому Ну Первый Множитель Не меняется Ничего С ним Уже Сделать Не получится Н В степени Лог А По основанию Б Минус Эпсилон На Сумму От Нуля До Лог Там нормально Дальше Поверьте Что Это Правильно По Длине Выражений Вот Ну Нет Это В школе Было Наоборот Да А вузе Если все Не схлопнулось До нуля То уже Как бы Ну Правильный Ход Решения По крайней Мере Хорошо Давайте Дальше Равно Н Логарифм Как Знаем Минус Эпсилон А дальше Что мы Получаем Ашки У нас Схлопываются Вы Это Понимаете А В степени И Эпсилон Раскрывается В такую Замечательную Вещь Как В степени Эпсилон На Логарифм В по основанию Н Плюс Один Минус Один В Эпсилон Минус Один Как Так Произошло А это Замечательная Сумма Геометрической Прогрессии Такое Тоже Надеюсь Помните У нас Есть Прогрессия Относительно И Ну и Соответственно Крутим Крутим Количество Множителей У нас Вот такое Вот Соответственно И тут Так же Замечательно Получилось Крутяк Но Это еще Не все В степени Эпсилон Логарифм Н По основанию Б Отсюда взяли Плюс Один Хорошо Кого? Потому что Мы с нуля Начали Неужели Надо такие Вопросы Отсознать Отдельно Давайте Дальше Равенство Окей Н Логарифм А по основанию Б Минус Эпсилон Он тянется У нас и тянется Ладно Дальше Что интересного Мы можем Тут сделать Получаем Тут Б В степени Логарифм Н По основанию Б Который Можем Замечательным Образом Хлопнуть До n Тоже По свойствам Логарифма Что тогда Получится Сверху Н В степени Эпсилон На Б В степени Эпсилон Ну потому что Плюс 1 Минус Единичка Разделить На Б В степени Эпсилон Минус Единичка Классно? По-моему Классно Уже Как-то Полегче С этим Работать Вот Ну и Теперь ограничим Сверху Благо мы оцениваем О большое Ограничивать Сверху Нам никто Не запрещает Вот Чтобы получить Как бы Нужную оценку Кого? Ну нет Нет Ну В будем Ограничивать Снизу Какая разница Нет На самом деле Я же говорил Что в плане Выкладок Этот пункт Самый Как бы Такой Трудоемкий Да Много заняло Видите место И непонятно Что происходит Вот А сейчас Разберемся От Н Мы никуда Не денемся А дальше Эту минус Единичку Убираем Соответственно Получается Н в степени Эпсилон На Б В степени Эпсилон Разделить На Б В степени Эпсилон Минус 1 Ну Единичку Можем законно Убрать И оценить Сверху И кажется Восемь точку Это не внесет И дальше Самое простое Н в степени Логарифм Б А по основанию Б Почему мы так Смогли сделать Потому что Тут был Н в степени Минус Эпсилон А тут Получился Н в степени Эпсилон И этот Минус Эпсилон Мы смогли Сократить Вот Умножить На Б В степени Эпсилон На Б В степени Эпсилон Минус 1 Ну Фактически Константа Да Какая-то Маленькая Соответственно Можем сказать Что это О От Н В степени Логарифм А по основанию Б Не зря Тянули Как говорится Вот И дальше Подставим В 3 В 3 Напомним Что такое 3 Да Найдем Его Где оно Тут Было Ах Господи Вот где-то Здесь Ну вот Да То есть В расписанную сумму Уже для самого соотношения Сейчас мы вот эту историю оценивали Соответственно Вместо вот этого Вот всего Большого члена Замечательно Подставим Вот то С незакрытой скобкой И что получим Ну и соответственно О От Н В степени Логарифм А по основанию Б Плюс О Где там было О От Н В степени Логарифм А по основанию Б Это Ну не буду еще раз Произносить Да Т от Н Равно О Н в степени Логарифм А по основанию Б Сошлось Замечательным образом Перерыв Не поверите Доказываем Часть Б Б Теперь уже Немножко полегче Теперь когда мы знаем О том Чему у нас Асимптотически Равно Ф от Н Мы можем Прям явно Без всяких Эпсилонов Без всяких Там Еще приколов Ставить его В то соотношение За номером Один Кажется Или два Которые мы выводили Не за номером Один Вот Для соответственно Рекуррентных соотношений Вот это раскрытая Формулировка Рекуррентного соотношения Как она будет выглядеть Сумма От нуля Ну там От паира От нуля До логарифма Н по основанию Б А в степени И Н разделить На Б В степени И И все это В степени Логарифм А по основанию Б Ну понятно Да Я надеюсь понятно Вот Это еще не подсказка Это только Вот одна часть Левая часть Да Которая была суммой По А умножить на Ф А сейчас стала вот этой Потому что про Ф Мы уже знаем Ее асимптотику Исходя из Посылок Там Утверждение Б Понятно То есть Б Плюс О Пока что Вот Будем смотреть Чему эта замечательная Вещь равна А равна На чему Ну сначала Мы можем логарифм Вынести Как в прошлый раз Потому что он От Ну точнее Н в степени логарифма Потому что он От и не зависит Получим такую штуку Н в степени Логарифм А по основанию Б На сумму От нуля До Логарифм Н по основанию Б А в степени И Б в степени Минус И В степени Логарифм А по основанию Б Согласны? Ну вроде как Пользуемся Точно теми же Теми же Подстановками Только в этот раз Из-за того что нам Эпсилон не надо тянуть Его у нас тут не возникает А так это полностью Равно тому что мы Видели в токах Окей Чему это будет равно? Равно Н в степени Логарифм А по основанию Б Никакого откровения Дальше что мы видим? Мы видим Замечательную вещь А именно Так Мы Видим что у нас Есть Б в степени Логарифм А по основанию Б И это равно А Ну А И потом еще в степени Минус П Потому что Да? В таком случае У нас Ну да Ну сейчас мы Запишем Да? Сначала Б скрутили С помощью Логарифма Ну то есть Б в степени Логарифма Вот Б И от нуля До Логарифм Н Б Ну и соответственно А в степени И А в степени Минус И Что мы получили Дальше? Просто получили сумму От нуля Ну как бы До логарифма Н в степени Б Единичек Чему она равняется? Ну Как раз таки Верхнему Вот этому Пределу Получили Н в степени Логарифм А по основанию Б Умноженное На такую штуку Логарифм Н по основанию Б Ну то есть Когда суммировали Единички Это перенеслось И еще плюс Единичка В счет Нолика Начинали с Нолика Вот Чтобы вопросов Не было Клево получилось? Ну вроде Клево Ну мы можем Сказать Что это Равно Тета Коль скоро Мы в 8 точку Все таки Хотим уйти По итогу Да Н Логарифм А по основанию Б Лога Ну понятно Что эта единичка Не особо влияет Да Она как бы Умирает В асимпатических Скручиваниях Ну мучениях Окей Мне нравится Хорошо Подставим Это все В 2 Во второе выражение Оно у вас есть В конспекте Вот Которая Как раз таки Говорила Что Вот это Плюс О От Н В степени 2 Ну и воспользуемся Еще предположением Б Да Ну для того Чтобы вот как раз таки Вот эту подстановку Законной сделать Да Б Крутяк Ну давайте Явно Выпишем Оценку Для Т от Н Вопрос какой-то был И с предположением Б Ну то есть Будем использовать Предположение Б Ну вот это Элементарно А конкретно Вот это вот равенство Да Понимаем О чем мы говорим Окей Т от Н Равно сумме По И от нуля До Логарифма Н по основанию Б А в степени И Ф От Н На Б В степени И Плюс О От Н в степени Логарифм А по основанию Б Помните Нашего знакомого Формулу 2 Ну потихоньку Подставляем Эти истории С которыми Мы общались Сумма Где Еще раз Да Мы сейчас Подставим Нет Так Это Это Для Ф А Ну Это Нижний Уровень Тут Тут же у нас Ф от Н Нормально От Т от Н При Т от единички Равном единичке Она все равно Будет вносить О Понимаете Это не зависит От Ф Это как раз таки Самый нижний уровень Который уже Ф не содержит А уже Раскрывается явно Как Т от 1 Равно От единички Вот И это сумма Просто этих От единичек На нижнем уровне Вот Да Давайте Не забывать об этом Окей Ну и теперь Подставляем то Что мы получили Потихоньку Да Лог Н По основанию Б От А в степени И На Н Разделить На Б В степени И Логарифм А по основанию Б Плюс О Большое От Н Логарифм А по основанию Б Просто Поставили Соответственно Информацию То есть предположение Б Ну и дальше Соответственно Подставили Уже Получившийся Результат Равно Тета От Н Степени Логарифм А по основанию Б Умножить На Логарифм Н Плюс О От Н Степени Логарифм А по основанию Б И Вот теперь Как бы Да Чему будет Равно Асимптетически Вот это Вот условие Ну понятное Дело Что даже Тета От такого Да От более Асимптетически Как бы Большого Будет Доминировать Над О Соответственно Равно Ну вот Это равенство О Это как бы Меньше Либо равно Да Это все равно Тета От Н Степени Логарифм А по основанию Б Умножить На логарифм Н Сотпало Круто Так Доказательство Б Понятно Потому что Принадлежность Семейству О большому Говорит что Либо меньше Либо равно Да Как бы Принадлежность Семейству Т Это говорит Что точно Равно Вот И соответственно Как бы Когда мы У нас есть одна функция Равная большему Да Потому что Тут логарифм Еще в множителях И есть Одна функция Не Большая Меньшего То есть Вы понимаете Вы Ну во первых Что вот эта функция Больше чем вот эта Это понятно Вот А теперь Тета нам говорит Что мы находимся Ну мы равны этой функции Асимпетически равны А О Нам говорит Что мы Меньше Либо равны Этой функции Ну и значит Мы выбираем То что побольше Чтобы оценить Вот То есть Это явно Больше Чем вот это И Принадлежность К тете Явно Как бы Больше Чем принадлежность К О Вот Ну исходя из этого Как бы мы Такой результат И получаем Да Тету Хорошо Давайте Подсмотрим Немножко Немножко Выдохнем И докажем Последний пункт В В Еще как бы Вот с тем Что мы ограничили Как раз таки Вот тут Некой Константной С Тут и будет Так сказать Еще небольшая Интрига При доказательстве Что есть за С Так что Следите Повнимательнее Там как бы Такой Немножко Притянутая История Окей Доказательства Утверждения За номером В Во первых У нас есть Нижняя граница Для f от n Которая указана Явно То есть f от n Равно n В степени log a По основанию b Плюс epsilon Там для всяких Еще раз Да Вот Смотрите В чем история И Давайте так И Для всяких Epsilon Больших нуля При C C Равном b В степени Минус Epsilon Меньше Единички Тут Интересная Как бы Наблюдение Короче Что мы пытаемся сделать Мы пытаемся Не просто указать явно Верхнюю границу Да Точнее Нижнюю границу Мы еще пытаемся Как-то Для того чтобы привести Это все к теке Оценить явно Нижнюю границу Да Нижнюю у нас уже есть Мы пытаемся оценить Верхнюю границу Через вот такую вот Историю Что Типа Ты конечно можешь делиться Но не делить слишком сильно Чтобы Не увеличивать Как бы Осимпоточку Ну как-то Сверх меры Вот Чтобы мы тебя могли В конце концов Оценить теттой Да Потому что Такая запись Вот Через омега Большую Дает нам В принципе Карл бланш на то Чтобы типа Хоть Там Сколько угодно Короче Запустить Детей От Соответственно Ну да В рекуррентном соотношении В дереве рекурсии Сколько угодно Запустить детей И тогда Понятное дело Ни о какой тете Речи не будет идти Потому что Ну блин Сколько хочешь Столько и запускай Однако Вот подбор Вот этого С Которая ограничивает Сверху количество детей И в принципе Асимптотика шага Ограничивающая Асимптотики Следующих шагов Да Чтобы Ну потому что При неконтролируемом Росте детей У нас Как бы Асимптотика тоже будет Неконтролируемо Расти И с углублением И углублением Нам это не нужно Поэтому мы вот так вот С-шкой ограничили То есть Можем Как бы Увеличивать асимптотику На каждом следующем уровне Но не более чем в С-раз Это понятна мысль? Вот То есть Хотим Ну вот мы пытаемся взять С Мы можем взять С Стремящимся к единице Однако Как вы тогда Для тех С Которые там Не стремятся к единице Будете оценивать функции? Нужно Типа для Того Что существует Некоторое С Можно Сбрать И поставить Существом на блок Ну нет Ну а А в чем В чем механика То будет Ну типа Если Меньше Либо равно Выполняется Для некоторой С То наверное И меньше Будет выполняться Только для другой С Ну да Окей В чем Механика Тут суть не в возрастании С n Хотя это тоже имеет смысл Тут суть в возрастании С набором уровней Вот мы хотим как бы Ограничить набор уровней А не ограничить там Ну зависимость от n Как раз таки В этом история Да тут история Это не в том Что С равна единице А что она существует Элементарным образом Наверное нет С единицей Потому что Мне кажется Что тогда Это будет Тоже неконтролируемый рост С ростом n Потому что мы будем Каждый новый уровень У нас будет Как бы Столько же занимать Асимптотики И Будет не очень правильно Давайте все таки Остановимся на этой формулировке Да Ее наверное можно Как-то изменять Но по факту Эта формулировка Да Как бы Ну Более широкий класс Функции Которые мы можем Анализировать С помощью мастер-теорема Предоставляют Да Вот Ваше например Ограничение По поводу Чего там было Не помню По поводу Чего ограничения было Вот Если мы там Ровно меньше Например Поставим Да То наверное У нас Немножко Ухудшится Количество Там Или Размер класса Функции Которые мы можем Анализировать С помощью этого Как бы Соотношения Вот Так что давайте Скажем пока что Что у нас Выполняется Вот При таких условиях Да Мы явно Выберем С Ну потому что При таком Явном выборе С Понятное дело Что что-то там Да Произойдет Вот И подставим В Имеющуюся Историю Есть у нас А На С От Н на Б Ну это Как бы Соответственно Левая часть Вот этого равенства А Ньюин Б Строго больше единицы Да По условию Ну потому что Иначе мы бы не заканчивали Просто рекурсию Никогда Вот Равно А Н на Б В степени логарифм А по Б Плюс Эпсилон Ну просто из условия Да Подставляем Которые у нас имеются Равно А На Н В степени Логарифм А по основанию Б Плюс Эпсилон На Б В степени Минус Логарифм А по основанию Б На Б В степени Минус Эпсилон Просто раскрыли Да Б подняли сверху Поменяли знаки Никакой Большой тайны Я думаю В этом нет Вот Благодаря тому Что мы поменяли знаки Мы можем тут Как бы Получить Я Ашку А нет Ашка у нас есть Вот Благодаря тому Что мы поменяли знаки Можем как раз Получить вот эту историю С равенством Да Вынести А внутрь сюда И получить такую штуку Равно С От Н На Б В степени Минус Эпсилон Чудеса Да Вот Как бы И если у нас Есть такое То мы Говорим Раз Раз И еще И еще Все таки я думаю Что тут У нас будет меньше Меньше Либо равно Или типа того Мы же хотим Добиться Вот этого Размера меньше Вот И действительно У нас омега И из-за Из-за этой омеги Как раз таки Вот эта вот функция Будет преобладать Вот Я не мог сначала Понять что у меня написано Но вот кажется Тут будет знак Меньше Согласны? То есть Мы подставили Вот это вот Замечание Ну то есть Н в степени Лог А по Б Плюс Эпсилон Туда И за счет того Что у нас тут Ф от Н Это омега От этого выражения У нас как раз таки Случилось Меньше Вот Ну у нас же Ф от Н Это Н В степени Лог Б П А Ф от Н Ну да Тета Но как бы Мы воспользовались Как раз таки Вот тем Что оно Тета Подождите Посмотрю дальше Почему? Не очень понял Вашу механику Тут то у нас было Ф от Н Как бы Оно раскрылось Большую часть Ну да Вот История в этом Ладно Потом остановимся Просто это как бы Просто про выбор Констант И как мы вообще Анализируем эту функцию Вот В таком случае Имеем А в степени И Ф От Н Разделить на Б И Меньше Либо равно Чем С в степени И Разделить на Ф от Н Ну это тоже понятно Да Много раз подставляем Много раз подставляем Да Вот В это условие Каждый раз Там раскрывая Следующую Историю Окей Это просто Вот как бы Ну добились Этих поразительных Результатов А дальше уже будем Относительно Ни к действу Сейчас поймете как Смотрите Подставляем Там Ну во первых Да Выписываем Наше соотношение Любимое За номер 2 Как Т от Н Равно Сумма От По И От нуля До логарифм А по основанию Н по основанию Б Для А в степени И Ну тут вот мы Как бы Пользуемся уже Этой историей Да Ф От Н по основанию Б в степени И Ну и наш Любимый Так сказать Дополнительный Дополнительное Слагаемое Да Н в степени Логарифм А по основанию Б Это помните Это было Вот А теперь Как раз таки Берем вот это вот Кусок И вот этот кусок И Декларируем что Как говорится Сумма По И От нуля До Логарифм Н по основанию Б От С в степени И То есть некой Константы Да Которая мы уже Говорили Ф от Н Плюс О От Н Степени Логарифм А по основанию Б Ну Тут ничего не поменялось Вот И дальше Что мы делаем Мы говорим Такую замечательную вещь Что раз мы смогли Все вот эти вот Уровни Да Оценить Ну фактически Оценить сверху Да С помощью Ф от Н А Ф от Н Это у нас постоянная величина Да Для каждого Н Мы добились того Что Вот этот вот Как бы Моном Да В данном случае Не зависит от суммы И мы можем его вынести И И Кого? Ой, ну Осуждаю Вот Можем его вынести Ф от Н На сумму От И От нуля До бесконечности С Степени И Плюс Ну сейчас Сейчас Ну дайте допишу Вы что Логарифм Опасного А не Б Спрашивайте Почему до бесконечности Потому что Нам гораздо легче Искать Как бы Сумму От нуля До бесконечности С и этого Потому что С у нас меньше Единички И у нас Некое положительное число Вот Почему меньше Либо равно Ну потому что Больше слагаемых стало Их стало Да, чуть-чуть больше И соответственно Ну как бы Общая сумма Общая величина Увеличилась Вот Что это такое? Это сумма Геометрической прогрессии Да? Наша любимая Вот Как она замечательным образом Раскрывается Вот таким вот Равно f от n На Сейчас скажу Кажется, что Что-то типа такого 1 на 1 минус c Прав ли я? Супер Плюс Наша Как бы Классическая n Логарифм a по основанию b Далее Е f от n На константу Ну ничего Там Сложного Какое-то Там Тоже плюс-минус Как сказать-то История Которая была Меньше Чем f от n Да? Потому что f от n Это у нас Омега От Вот этого Вот выражения Да? А это О от меньшего Выражения Значит, снова-таки Мы получаем то, что Вот этот кусок Вот этот кусок Превалирует Это понятно? В тот раз было непонятно Сейчас уже научились Складывать асимптотики Это больше Это меньше Вот И, соответственно, Можем оценить Эту историю Вот так О От f От n Ну вы что? А вы вообще на другие лекции Никогда не ходили? Потому что Мы пилотен А, ну Ой В принципе Я думаю, что мы можем Да Сделаться так Не, ну Сейчас скажу Подождите Так-так-так Да не, ну так все и получается Я вот думаю, да О чем мы с вами скажем В принципе, да Наверное, мы просто возьмем и нарисуем Не, ладно Окей Давайте рассмотрим поподробнее Потому что Ну просто нарисовать Как-то не звучит, да Какое-то конструктивное доказательство Вот Какую из? Вот эту? Да Да нет Господи ОКРщики сидят Жизнь Вот О чем у нас история, да? Что у нас Мы точно знаем, что f от n Сильно больше, чем Вот это, да? Осталось нам указать свойства того Что t от n либо больше, либо меньше, чем f от n Да? Ну, по t То есть Но, как бы, асимпатетически равно Вот Как мы из этого к этому придем? Угу Т от n равно Так а при чем здесь, кстати, омега? Ну, то есть Я имею в виду Омегой мы пользовались для установки вот этой вот истории Да? Насколько я помню Вот А тут действительно Я думаю, что История в том, что, как бы Коль скоро у нас f от n здесь То понятное дело, что мы Не меньше, чем f от n Звучит разумно? Вот Не звучит разумно, если у нас есть одна функция Внутри, как бы Другой функции, да? Которая, ну, как часть суммы То, значит, мы, по крайней мере, не меньше ее Вот И второе Нам остается, как бы, узнать Что вот это вот О большое Оно не будет говорить нам, что Там Что Вот эта функция Не больше этой функции, да? Что нам осталось для теты? Нам, как раз таки, для теты осталось то, что мы не больше Ну, кажется, что по Тому, чему у нас равняется f от n Мы понимаем, что оно При любых n Будет превалировать над Вот этой оценкой Понятно? Теперь мы знаем, что оно Как бы Т от n не будет больше Не на какую Зависимую от f от n величину Да? Ну, потому что Как бы Она будет только там на Ну То есть Не логарифмично Не линейно Потому что у нас Эта часть Точно не станет Превалировать над Вот этой части Потому что Эта часть Больше, по крайней мере На n степени Эпсилон Да? Это уже полиномиальное Как бы доминирование И Все так и останется Вот Ну и не меньше Потому что Элементарным образом Вот эта часть Не будет позволить нам Меньше скатываться Да, так что Коль скоро мы Не больше, не меньше Никогда Мы можем написать тету По первым определениям Которым мы вносили Так что Да Мы тут можем Борисовать тету И прийти к этому Так Еще вопросы? Сколько времени у нас? Ну тогда на сегодня все На следующей паре Попробуем сортировать Все эти Рассказать Да, не за что Продолжение следует...